добрый день друзья сегодня хочу показать вам другой тип теста не такой как обычно все делаю это в этом тесте вместо масла присутствует творог не так много например вместо 100 грамм масла идет 100 грамм творога и с добавлением чуть-чуть подсолнечного масла или любого масла без запаха уже при замешивании мо 20 грамм поэтому начнем значит для начала вот у меня свежие дрожжи сделаю опару ложечка меда здесь вот у меня на лапочку тепленькая разбавляем дрожжи ложкой меда теплым молоком 150 миллилитров молока теперь теперь я беру из общего количества что у меня 500 грамм муки уже просеянный и добавляю сюда посмотрю сколько понадобится для того что сделать не очень густое такое опарное тесто сметанка не образовались не образовывались в каблучки в каблучки ваше кладби и и ваше кладби теперь оставим его можем оставить как хотите если у кого нет времени можно оставить если вы куда-то уходите даже на два часа два-три часа можно оставить на час не важно откроем пленочку оставим в непробываемом месте на пару часов прошло два часа смотрите как заработали наши дрожжи начнем делать тесто для начала берем остаток нашей муки теперь сахар 120 грамм все остальное оставлю в инфобоксе добавим щепотку соли теперь добавляем творог 100 грамм теперь берем у меня ванилин вот такой вот ампули ванилин по одному яйцу одно яйцо второе яйцо очень небольшую капельку просто вот вот капельку масло подсолнечного без запаха у меня арахисовое и теперь добавляем в конце наше тесто и в этот момент я беру моего помощника подключаю к тому чего я так вымешивала 10 минут руку намочила маслом тесто очень нежное поэтому чтоб на муке не разделывать буду разделывать вот так с маслом чтобы не прилипало и и и и и и и и Такое тесто получилось. Закрываем. Кто хочет, может сделать парочку протяжек. Я вам одну покажу протяжку, как я делаю. После этого на ночь поставим в холодильник, там где стоят фрукты. Фрукты вынимаем, ставим тесто, утром вынем его и оставим до того времени согреваться при комнатной температуре, пока буду делать рулет. Прошло полчаса. Сделаем протяжку. Прошло полчаса. Перевернули в другую сторону после протяжки и вот так кулачками как следует поработали. Размяли. Закрываем. Подождем еще часок. В общем, до вечера. Она может стоять. Если вот сейчас у меня 6 часов, сейчас 7 я сделаю еще одну протяжку, оставлю, может быть даже 8 сделаю, если у меня будет время. И после этого поставлю в холодильник до 10 часов утра. В 10 выну и пусть оно согревается в доме. Ничего не буду делать, ничего не буду трогать. И до того момента, когда я буду печь. Ну, посмотрите, какое получится тесто. Супер. Полчас. Посмотрим, что оно поднялось. Смотрите. Давайте еще протяжку. О, какой тесто. Шикарнейший. Не ленитесь, друзья. Делайте протяжку. Вы посмотрите. Во-первых, так приятно это все делать. Вот оно такое мягкое, такое нежное, что просто удовлетворение. Переворачиваем в другую сторону. Герорр Dood. Потом попадаетеся, кончетная пиадочная зуб 내, я сниму. У полетников. Горр fraud. ГоррIND. От номера. Пosh. Горр, что блин. У civilization… У нас более fellőр… И — остан. Но пос절� Bardом становится открыты. так пока наше тесто зреет приготовим начинку что я сделала я замочила мак на 20 минут потом мне казалось показалось этого мало и я отварила его в молоке но в принципе по рецепту вы можете и оставить мак просто замоченный на 20 минут и потом чтоб она кора хорошо стек на сетечке не должно оставаться воды поэтому мак у меня уже готов здесь у меня сахар изюм тоже самое мак я замочила на 20 минут в кипятке изюм замочила на 10 отжала как следует здесь мягкое масло и здесь немножко меда значит приступим делать наш так сказать фарш из мака соединим соединим наш мак с сахаром у меня было 150 грамм мака я его замочила и 70 грамм теперь нам его надо перекрутить все это через мясорубку я уже приготовила поставлю чашку и начнем с вами перекручивать так мак я перекрутила два раза во всякий случай чтоб мало не показалось теперь мы добавляем сюда 50 грамм тоже разбухший разбухшего изюма и где-то 20 грамм даже меньше по 12 12 грамм масла теперь берем ложку ложечку 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 это у меня средняя такая ложечка меда все это аккуратненько перемешиваем самая трудная работа закончила потому что из этой вот из этого фальса самое такое у нас даже не трудно просто так как он такой мелкий пристает к фальцам везде раза самая немножко такой момент ну ничего это где-то 10 минут и вся проблема решена сейчас зато будет вкусная начинка так теперь мне надо взбить два белка здесь у меня два белка находятся сейчас мы возьмем щепотку соли и будем взбивать так я думаю взбили достаточно сейчас посмотрим да вот посмотрите переворачиваю и она не течет не падает вот так теперь мы берем возвращаем и аккуратненько будем вмешивать белок стараться аккуратными кругообразными так и и вот и и и и и вот и наша начинка готова тесто мое тоже готово потому что первую часть я готовила вчера потом поставим в холодильник и оно у меня вот сейчас 24 часа как уже в созревании посмотрим что с ним друзья мои посмотрите на это тесто тесто необыкновенное внутри есть рикотто нет масла и так что мы делаем мы посыпаем чуть-чуть припыляем мукой и вывариваем наше тесто пух и 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 Ой, 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 трагедия. Надо присыпать. Рецепт смотрите под видео. Надо где-то 3-4 миллиметра, чтобы она была. Раскатала где-то 3 миллиметра. Я думаю, вот так. Сейчас берем любое варенье, которое у вас есть, джен. Где-то оставляем по 2 сантиметра. Не доставать краев. Теперь возьмем нашу начинку. Рецепт смотрите под видео. Рецепт смотрите под видео. По ширине сворачиваем. Рецепт смотрите под видео. Рецепт смотрите под видео. Рецепт смотрите под видео. Так вот я его защипела. Защипала. Теперь аккуратно попробуем его перенести вниз швом на бумагу. Вот так. Уже хорошо. Вниз швом. Вот так. Вот так. 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 я его положу на противень. Накрою целлофаном и пусть он еще полчасика подойдет. Прошло полчаса. Так. 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 Как раз. Часating. Так. на 170 в моей духовке с вентилятором кто без вентилятора можно 180 посмотрим что будет что получится вот вы вытащила только что горячащий горячий горячий встретимся через несколько минут пока горячий смажу водичкой попробуем разрезать хотя он еще горячий не не терпится ну вот такой получился рулет друзья по маму все отлично советую вам тоже попробовать сделать приятного аппетита и до следующих встреч всех вам благ и и и и и и и